Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С вами Татьяна Трофимова. Сегодня в выпуске. На старте. В столице республики завершили реконструкцию двух стадионов. Лучшие в медицине. Семь врачей республики претендуют на звание лидера здравоохранения. Как звучит ручная работа? Чебоксарский мастер изготавливает кельтские и индийские духовые инструменты. В преддверии Чемпионата мира по футболу в столице Чуваши обновили два стадиона – Олимпийский и Спартак. За короткий период все тренировочные базы реконструировали и переоснастили в соответствии с рекомендациями ФИФА. Глава Чуваши Михаил Игнатьев посетил стадионы и проверил готовность спортивных сооружений. В футбольное поле на стадионе Олимпийский засеяли траву еще в прошлом году. Специально для этого в Чебоксаро пригласили специалистов из Тверской области. Они оценили климатические особенности нашего региона и подобрали оптимальный сорт травы и дренаж. В мае, как только снег сошел, за полем особый уход. Это поле у нас отвечает всем требованиям и стандартам ФИФА. Основное и главное – мы выращивали это поле на песке. Это главное требование ФИФА. Также основные растения, которые здесь находятся – это райграс и метлик луговой. Делали подкормки. Все делали для того, чтобы наши растения у нас хорошо и прекрасно себя чувствовали. Кроме того, здесь полностью заменили покрытие беговых дорожек и установили новые мачты освещения. Мировым стандартам соответствуют и административно-бытовые помещения – раздевалки, душевые. В такой комнате могут одновременно переодеваться 25 человек, а душевые смогут посещать спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание – безопасности. На тренировочной базе смонтирована современная система видеонаблюдения. На объекте у нас 67 видеокамер, 51 камера наружного видеонаблюдения и 16 смотрений. Камеры вытянуты в объемном плане безопасности на безопасный город. Первых посетителей здесь готовы принять уже в конце месяца. 30 июня для жителей гостей республики на обновленном стадионе пройдет спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Олимпийскому дню. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Майские указы президента России в действии. В следующем году в Чебоксарах откроется 10 детских садов. Деньги на их строительство поступят по двум федеральным программам – жилище и развитие образования. Так решается вопрос доступности дошкольных учреждений. По первой программе построят два детских сада в микрорайонах Соленое и Новый город. По другой – восемь. Сады появятся в микрорайонах университет Кувшинка, Солнечный, Соленое и Садовый. Поселки Сосновка. Практически по всем вышеуказанным объектам проектная документация разработана либо находится на завершающей стадии. По некоторым из них уже получено положительное заключение экспертизы. И по семи из восьми объектов конкурсные процедуры планируем начать в июне месяце. И заключение контрактов запланировано на июль текущего года. Глава столичной администрации Алексей Латоков подчеркнул – предстоит масштабная работа. В Чебоксарах строятся и школы. В микрорайоне «Волжские 3» ее должны сдать к июню следующего года. Работы идут по графику. В ближайшее время начнется строительство трех школ. В микрорайонах Новый город, Садовый и Университет. Вместо комфортной городской среды в виде детской площадки и освещенного сквера со скамеечками еще одна многоэтажка во дворе. В такой ситуации могут оказаться жители домов по улице Ахазова и Эльгера. С планами на уплотнительную застройку тесно знакомилась Ольга Пырочкина. В сентябрь 2017 года чебоксарские депутаты осматривают двор между двумя домами по улице Ахазова и Эльгера с одинаковым номером 13, который тогда оказался жителем счастливым. Двор попал в федеральную программу формирования комфортной городской среды. И здесь планировали обустроить сквер. Здесь предполагается сквер Ахазова. Люди его сами так назвали. В этом году мы заложили средства для того, чтобы здесь провести, проложить дорожки, обустроить, освещение сделать. Так сквер выглядит сейчас. Благоустройство софинансировали и жители. Это условия программы. В данном случае в размере 6% от стоимости работ. Однако на месте дорожек и березок может появиться двухсекционный высотный дом с подземным гаражом. Дело обстоит так. Раньше это была территория детского сада. Но в 90-х он закрылся, здание выкупили, а землю в аренду города взяла одна коммерческая компания. А затем сдала ее в субаренду печально известной строительной компании «Алза», чье имя прославили обманутые дольщики. За 10 лет на данном месте так ничего и не построили. Администрация города решила расторгнуть договор аренды и отдать территорию под благоустройство. Однако суд встал на сторону арендатора. По этому поводу жители провели экстренное собрание. Строители приходили тут, они смотрели тут, ну как это, грунт, каков грунт. Несколько там, в нескольких местах прорыли, посмотрели. Но это было в прошлом году в начале весны. В начале весны. А потом уже к осени сказали, что никакого дома здесь не будет. Сюда уже вложены большие средства. Вот видите, часть была достаточно много сделана. Уже посмотрите, сколько детей, сколько людей здесь отдыхает, гуляет. Вот. И не хотелось бы, чтобы все это пошло под нож экскаватора. Быть может, «Алза», у которой нет средств, ничего бы не строилось здесь и дальше. Но за время, пока участок простаивал, компания-арендатора заплатила в городскую казну 18 миллионов рублей. И твердо намерена воспользоваться своим правом, пусть и с другим застройщиком. Есть государственная экспертиза. Проект прошел эту государственную экспертизу. Это о чем говорит? Что права рядом живущих граждан в соседних домах не затрагиваются. Кому будет плохо от того, что там появится новый жилой дом, и счастливые новоселы заселятся в свои квартиры. Этот дом запроектирован таким образом, что дворовая территория предусматривает сквер детский с размещением малых форм, архитектурных форм и даже небольшой сцены для проведения каких-то внутриквартальных праздников. Буквально вчера встречались с руководством компании-застройщика, обговорили все моменты и планируем в ближайшее время проводить работу с жителями и находить какие-то компромиссы. Но в любом случае максимально сохраним то благоустройство, которое на сегодняшний день имеется в части малых форм. А протестовывать решение не планируют город? Решение сюда уже вступило в законы силы. Между тем жители не сдаются. Они собирают подписи и надеются на такой же хэппи-энд, как, к примеру, на улице Матезалка. Там, между домами, где сейчас играют дети, собирались построить магазин. Расстояние от стены до стены мы даже замерили шагами. 54-55. Вот только что небольшими женскими шагами на каблуках я померила количество этих самых шагов от стены здания напротив. 55 шагов. Был проведен аукцион, но на данный аукцион никто не заявился. В администрацию города поступила информация о коллективном обращении жителей данного района, который против размещения здесь какого-либо объекта. И в связи с этим главой администрации было принято решение о том, что на данном земельном участке, на данный момент, никаких объектов размещать не будем и не планируем. Что касается Ахазова, разрешение на строительство еще не подписано. Так что у домов номер 13 есть шанс остаться счастливыми. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Игорь Зверев, Александр Петров. Республика. На совещании в администрации Чебоксар обсуждают вопрос повышения тарифов за перевозку пассажиров общественным транспортом. Цены могут вырасти от 1 до 2 рублей. Поднять тарифы просят все перевозчики. Они заявляют, что терпят убытки. Глава столичной администрации Алексей Ладыков дал задание проанализировать предложения и определить их обоснованность. Специалисты работали месяц. И на еженедельном совещании подвели итоги. 20 рублей за наличный расчет, 16 по карте ЕТК. Столько будет стоить проезд в троллейбусах. Проезд в автобусах может подорожать на рубль. Повысится ли стоимость проезда в маршрутках, неизвестно. Перевозчики работают по нерегулируемым тарифам. Это дает им возможность ездить по существующим тарифам и не повышать стоимость. Каждый из перевозчиков будет самостоятельно принимать решение. Соответствующее постановление пока не подписано. В ближайшее время его согласуют с контрольно-надзорными органами. Кроме того, Планово выросла стоимость проезда на речном транспорте. Взрослый билет стоит 75 рублей вместо 65. Детский – 40 рублей вместо 33. Алексей Ладыков поручил пересмотреть документ, где часть стоимости пассажирских перевозок, а именно 1 миллион 700 тысяч рублей, компенсируется из городского бюджета. Дождливую погоду. За Волгу на теплоходах перемещается наименьшее количество пассажиров. Ну или вообще никто не едет. Мы можем прописать, что в случае температуры окружающего воздуха ниже 18 градусов или ниже 16 градусов, или в случае, если идут дожди, теплоход за Волгу ходить не будет. Эту тему обсудите. И давайте примем окончательное решение и доведем до жителей. Права и законные интересы. В столице Чувашии уполномоченный по правам человека Надежда Прокопьева отвечала на звонки жителей республики. Прямая линия шла 2 часа. Аппарат полномоченного по правам человека. Здравствуйте. Только за 1 час работы прямой линии уполномоченного по правам человека в Чувашии с проблемами обратились 10 жителей республики. Опасные участки дороги, обжалование инвалидности, удержание 50% пенсии. Вопросы касались абсолютно разных сфер. Было и коллективное обращение от жителей Новоюжного района. Вопрос касался участка дороги от магазина лента до остановки художественная школа. Жители жалуются, что в вечернее время дорогу невозможно перейти. Машины пролетают на высокой скорости и не пропускают даже на пешеходном переходе. Вечером дорогу на пешеходном переходе невозможно перейти. Да, да. Не останавливается никто. Не пропускается вообще никто. Невозможно перейти. Я услышала, Ирина Викторовна, давайте я обращусь с ходатайством Министерства внутренних дел Чувашской республики с вашей проблемой. Хорошо? Разные проблемы, разные пути решения. Каждое обращение жителей требует индивидуального подхода. Где-то мы разъяснили по ряду обращений. Обращения дали разъяснение законодательства. По другим мы, получается, обратимся с запросами в самые различные органы. То есть вот в МВД обратимся с запросом. Потом один гражданин попросил, чтобы мы его записали на прием, чтобы мы подробнее посмотрели. Он хочет документы принести. Задать интересующие вопросы можно не только по прямой линии, но и на личном приеме граждан. Уполномоченный по правам человека принимает два раза в месяц. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. В Чувашии задержали лжеработника социальной службы. Жительница Ульяновской области промышляла тем, что похищала деньги у пожилых людей. В начале мая от ее действий пострадали две пенсионерки. В Чебоксарах в начале мая в полицию с похожими заявлениями обратились две пожилые женщины. Пенсионерки стали жертвами лжеработника социальной службы. Гостья наведывалась под предлогом проверки электроприборов и обмена старых денег. Приглашение в квартиру и недолгая беседа оборачивалась для обеих потери денег. Общая сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Подозреваемую в мошенничестве оперативники задержали за пределами республики. Служебная командировка полицейских увенчалась успехом. 41-летняя жительница Ульяновской области была доставлена обратно в Чебоксары и передана в руки следователей. Заинтересовались полицейские водителем серой иномарки «Хонда». Вместе с ним подозреваемая разъезжала по Чебоксарам именно в тот день, когда были совершены преступления в отношении пожилых женщин. Обыскав машину, полицейские обнаружили интересную находку. Не является платежным средством. Для каких целей служили эти билеты банка приколов? Один в один, похожие на настоящие деньги, сейчас выясняют следователи. Ранее судимая за кражу, жительница Ульяновской области находится под арестом. Ее проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается. Заключительный этап регионального конкурса «Лидер здравоохранения» прошел сегодня. Его участники решали логические задачи. Среди финалистов семь человек. Как выбирают лидеров и что им сулит победа, выясняли мои коллеги. Имеется структура терминального отдела мочеточника. Нуждается пациентка в оперативном лечении. Евгений Андрецов вместе с коллегами в очередной раз решает сложнейшую задачу. От его профессионализма зависят здоровье, зачастую и жизнь человека. В активе врача сотни спасенных людей. Это профессионал своего дела. Это не только я говорю. Это вот все отделение говорит. Все больные пациенты, все согласны со мной. Он делает очень сложные операции. После операции он не оставляет своих пациентов. Постоянно ходит. Постоянно интересуется. В республиканской клинической больнице Евгений Андрецов работает более 15 лет. Все это время рядом с ним коллега и наставник, минвалей Газымов, говорит, что его ученик вырос на глазах, внедрив передовые методы лечения. Некоторые новые мешательства, то есть эндоскопические, лепароскопические операции. Операции он в числе других первые освоил. И у него есть несколько научных публикаций по этой тематике. Работал он и заведующим отделением тоже. В это время отделение выполнялось весьма серьезные оперативные вмешательства. Теперь Евгений Андрецов претендует и на победу в республиканском конкурсе лидеры здравоохранения. Он попал в число семи финалистов. Началось все с того, что администрация больницы меня выдвинула в этот конкурс. Значит, мы прошли несколько этапов этого конкурса. Значит, первый этап это было тестирование. Сложное тестирование было в большом объеме. Решить тесты без ошибок удалось только 19 участникам. После все они прошли собеседование с членами жюри. И вот теперь финальный этап – деловая игра, которая должна выявить лидерские качества конкурсантов. Цель и задача – выявить самых активных, креактивных, которые хотят быть лидерами, которые готовы, но и, конечно, у которых есть харизма для того, чтобы прийти, возглавить и повести за собой людей. Здесь уже, если касается здравоохранения, это по увеличению доступности и качества оказания медицинских услуг. Вот по поручению главы республики мы объявили конкурс. Лидеры здравоохранения Чувашской республики подали заявки, значит, 319 человек из 49 учреждений здравоохранения Чувашской республики. Чтобы выбрать лидеров здравоохранения, организаторы конкурса подготовили немало логических заданий. К примеру, как, переставив всего одну цифру в числе 102, получить число 100. Кто прошел решающий этап, станет известно 15 июня. Победителей конкурса направят на стажировку с руководителями регионального Минздрава и курсы повышения квалификации. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика. Мелодия ветра. У чебоксарца Алексея Морозова необычное увлечение. Он изготавливает кельтские и индийские духовые инструменты. А потом на них играет. Как звучит шотландская валынка и индийская флейта, слушала Татьяна Леонтьева. Сантиметр за сантиметром. С каждым движением стамески будущий инструмент приобретает нужную форму. Алексей Морозов вырезает канал флейты Пимак. Нужно создать ровный, гладкий канал. Чем тоньше канал, тем лучше звук и сильнее реверберация этого инструмента. Работа кропотливая, занимает минимум 6 часов. Затем фрагменты нужно ошкурить и соединить столярным клеем. После обмотать веревкой для ушевоскрепления. Я оставляю на полдня день. Тогда столярный клей хорошо склеится. Сыграть пока не получится. Нужно сделать свистковое устройство и аппликатурное отверстие для пальцев. Под инструмент подойдет не любая древесина. Вот это сосна. Традиционно именно из хвойных пород индейцы делают флейты. Хотя она не совсем подходит. Это мягкое дерево, сосна. Чем тверже дерево, тем оно лучше. Тем оно имеет лучшие характеристики в плане звучания музыкального инструмента. К таким относятся клен, береза, ибеновое, и красное дерево. Мастер в основном работает с первыми. Вот так звучит уже готовый пимак. Алексей мастерит духовые инструменты пять лет. Все началось, когда юноша услышал игру на ирландской флейте, вистле. Ему понравилось настолько, что он решил повторить. Первое, на чем я поиграл, это Тин Вистл Кларк. Я заказывал его с Владивостока. Через недельку он приехал. Я начал свои тренировки. После мне понравилось то, что конструкция этого музыкального инструмента довольно проста. И я решил, почему бы не попробовать сделать самостоятельно такой инструмент. Первым инструментом в его коллекции стала флейт из трубы ПВХ. Флейты из алюминия, дерева и даже глины. Коллекция разнообразная, и у каждого предмета свое неповторимое звучание. Это двойная окарина. Среди духовых особенно выделяются волынки. У мастера их две – шотландская и немецкая. Они отличаются размером и звучанием. В коллекции Алексея осталось 10 музыкальных инструментов. Другие он раздарил. Впрочем, скоро она может пополниться. Мне бы хотелось когда-то в будущем, надеюсь, в ближайшем, сделать струнный музыкальный инструмент. Он называется «Харди Гарди». Это что-то между пианино и скрипкой. Мастерит инструменты, играет на них и пишет музыку. На любимое дело Алексей не жалеет ни времени, ни сил. А награда – своеобразная медитация. Если играешь на флейте индейцев, ты как-то переносишься в эту эпоху и в эти западные лесные леса. Ты начинаешь чувствовать как-то свободу и свежесть того народа. Что касается и волынок, и других ирландских, и, в общем-то, кельтских инструментов, то тоже переносишься куда-то в горы и чувствуешь культуру. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Прикосновение к мастерству. Под таким названием в столице Чувашии прошел фестиваль детского и юношеского творчества. В Театре юного зрителя имени Сейспеля развернулась огромная выставка. Здесь работ ребят со всей республики. И работы были светлые, чистые. Такой теплотой была отдача, что даже жюри захватило какой-то позитив для себя. И мы, как бы сказать, от выставки ушли в таком восхищении. Тут же устроили большую книжную выставку. Победители и призеры конкурса смогли пообщаться с известными чувашскими писателями и поэтами. Светланой Азамат, Алифтиной Корочковой, Михаилом Красновым. Из их рук ребята получили дипломы и ценные призы. Победители выбирали в трех номинациях – живопись, декоративно-прикладное искусство и дизайн. Творческие конкурсы, фестивали – это очень значимо и важно. Потому что по своей природе каждый ребенок талантлив. И необходимо раскрыть его талант, его умения, дать ему дорогу в жизни, научить новому. Кстати, в течение всего лета конкурсные работы можно будет увидеть в Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке. Новочебоксарск принимает чемпионат России по пара-бадминтону. Сегодня в спортивном комплексе начались игры среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В течение трех дней за титул чемпиона страны будут бороться 80 спортсменов из 18 регионов России, в том числе и 9 спортсменов Чувашской республики. Соревнования личные, парные и смешанные в парных разрядах в нескольких классах в зависимости от тяжести заболевания, о котором здесь никто не говорит. Все участники – самые настоящие спортсмены, которые преодолевая трудности, идут к победе. Подвижная очень игра, очень такая активная, позволяет развить как бы высшую массу так же, чтобы не просто сидеть, а как раз руками двигать. Очень полезно. Праньше марафон бегал и на местных соревнованиях участвовал. Всероссийские соревнования в первый раз. С настроем победить и одну игру я победил. Участницы из Санкт-Петербурга в Чувашии уже не первый раз. На корте всегда красивые, уверенные в своих силах. Начинала с нуля и как бы уже есть какие-то результаты. Были первые соревнования, Кубок России, да, здесь проходила тоже. Там у меня была и бронза, в одиночке и в паре. Какая-то, я думаю, вам нравится больше пара, миксы или одиночка? Ну, одиночка уверена в себе. Ты сам за себя отвечаешь, а в паре там больше азарта. Потому что ты и напарник на тебя надеется, и ты друг друга морально поддерживают, когда там кричат, там давай-давай. И вот это самое такое, как бы адреналит. Мы поддерживаем все, что говорила Наталья. Ну, о себе могу сказать, что я третий год уже, третий раз на чемпионате России. Вот, естественно, есть какие-то достижения. Я кандидат мастера спорта. А бронза у меня на России. Владимир Николаев из Чувашии занимается бадминтоном больше пяти лет. Стал чемпионом России в этом виде спорта. На этих соревнованиях он тоже взял курс на победу. Нужна точность, то есть, как меньше ошибок создавать. И, естественно, смотреть, что делает соперник. То есть, всю эту картину видеть надо полностью. Да, все полностью. Передвижение, удары. Ну, все. Тут все тонкости. Это такой вид спорта, что тут нужна и сила, и скорость. Кроме победы, больше никуда. Кроме наград, спортсмены разыграют путевку в сборную команду России 2019. Здесь же назовут кандидатов на участие в чемпионате Европы, который пройдет в октябре во Франции. Также по итогам соревнований пройдет отбор в сборную команду России для участия в Паралимпийских играх 2020 в Токио. Желаем победы! Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Это вся информация на сегодня, но я с вами не прощаюсь. Далее увидимся в программе «Правовое поле». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова